Не ждите меня Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня четверг, вечер, а значит в эфире передача «Натуре» в студии Михаил Меркулов и Максим Киселев. Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о западной премьер-лиге и обсудим долгожданные Еврокубки, которые наконец-то начались, прошли уже решающие стадии. Макс, предлагаю поговорить о единственной команде, которая осталась у нас в Лиге Чемпионов, это ФКСП, который ездил в гости на северо-запад к Бобру. Вообще, Бобру у нас команда, как казалось, непредсказуемая, потому что мне казалось, что явный фаворит этого противостояния, конечно, наш ФКСП. Но, как показала игра, не все так однозначно. Да, вот мы привыкли Бобр видеть, конечно же, в плей-офф, да, постоянно чемпион северо-запада выходит из группы, но там, как правило, на первой же стадии выбывает. А здесь действительно Бобр сразу же такое начало выдал, да, и мы сейчас тоже пересматривали хайлайты и видели, что к 12-й минуте уже у Бобра, у Бобра было 4 голевых эпизода, да, и взятие ворот. Ну, во-первых, сейчас Бобр немножечко изменился, стал совершенно другим. И погоду, кстати говоря, делают футболисты Запада, которые играли на Западе в свое время, а результат, даже два мяча, поучаствовали футболисты Мега Титана вновь в одном матче, мы о нем поговорим в Кубке ЛФЛ, бывший игрок Мега Титана делает результат. Есть величий чемпионов тоже, Александр Кабанов, который в этой межсезонье только, в этот перерыв, я бы сказал, не в межсезонье, перерыв перешел в Бобр, и Илья Микинкин, который тоже переходил сначала в пивдом, а затем оказался и в Бобре. Вот, по сути, они делают резервы. Воробьем вообще бывший игрок ФКСП. Прекрасный матч, кстати, выдал. Так же, как и Евгений Романов, который, помнишь, прекрасно за поступление, за СДН. Честно говоря, я тоже думал, что прокуратура выиграет этот матч, но все не так просто. И, опять же, фактор домашнего матча теперь, мне кажется, немножко нивелируется, потому что, опять же, на Сетвине, наверное, ФКСП был бы железным фаворитом. Здесь, в Лужниках, немножко все-таки не так все однозначно, на самом деле. Да, действительно, сейчас в ФКСП не так много матчей, мало матчей провел в Лужниках, да, и, так, за кавычки мы выносим название «своя поляна», да. Естественно, команде нужно привыкать, плюс мы уже много раз говорили, что поле пошире, да, там, на два метра, и такое ощущение, что вот ее можно сравнить вот с этими половинками, да, где играют вот на востоке, да, и на северо-западе, как в данном случае, да, уже, наверное, и Бобру полегче будет, ну, и Бобру, конечно, вот показал хорошую, хорошую игру, да, действительно, и, по сути, ФКСП отскочил. Да, еще отскочил на 61-й минуте, уже в добавленном время был назначен пенальти, пенальти, который, судя по всему, вызвал вопросы у представителей Бобра, и, пересматривая запись, да, этот момент, ну, такой неоднозначный. Абсолютно, даже скорее нет, чем да. Несмотря на то, что мы болеем за нашу западную команду, да, за ФКСП, но сейчас даже вот мы пересматривали, да, втроем этот эпизод несколько раз, и так мы толком, можно сказать, и не поняли, за что был назначен 10-метровый удар. Да, странно, не совсем понятно, но, слава богу, что хотя бы так, 2-2, в любом случае, полегче, но в этой паре ничего не ясно, и надеюсь, что в ответном матче ФКСП более спокойной обстановке заберет, собственно, победу в полуфинал. Наша последняя надежда? Да, да, в Лиге Чемпионов. Еще одна наша последняя надежда, это мы переходим уже к Кубку ФЛ, это Титан, из 8 команд, которые были у нас туром раньше, в одной восьмой, осталась всего одна. То есть, 7 вылетело, и остался у нас Титан. Титан, который мы причисляли к одному из главных фаворитов, наряду с ЦДК, сейчас это не действует. Наверное, правило, во-первых, попался очень непростой соперник Востоксервис, бывшую усадьбу Банна. Ну, то, как действует Востоксервис, это вообще, знаешь, вот, это даже не гром среди ясного неба. Это вот то, когда ты идешь в магазин за чем-то, то, что ты хорошо знаешь, что ты любишь, ешь, что ты покупаешь, и у тебя ничего не меняется. Вкус определенного, там, шоколадки определенной, который годами ты знаешь, и там никогда ничего не происходит такого, что тебя может зацепить, или ты будешь в недумении. Усадьба играла так, как она умеет, так, как она играет, и то, как это ей приносит результат. Три раза команда подошла, три раза забила, команда оборонялась, играла гранда спокойно, и сделала то, что должна была сделать на выезде. И даже больше, даже все-таки больше. Здесь вопрос, мне кажется, больше к Титану, Макс. Да, потому что вот эта чехарда с тренером сейчас, увольнение на Горлуковича, я так понимаю, что не по футбольным причинам. Да, потому что определенный разлад наметился в команде, и это, конечно, дает о себе знать на результатах. Важнейший матч с Титаном, а Титан оказывается не готовым, можно так сказать? Ну, вот Титану наметился какой-то, мне кажется, спад в игре, потому что вот и в премьер-лиге натужно выигрывали даже Комунар, должны были проиграть Мега Титану. Ну, там, в принципе, игра была равная, но в концовке Сурков не забил пенальти, то есть там могло поражение закончиться. И здесь, ты знаешь, я вот символично перекинулся с Беловым и Севастяновым пару слов после матча. Где, у метро спортивной? Нет, прямо вот там на поле, они уже там переоделись, возвращались. Я говорю, ну, я говорю, конечно, жаль, что на последние секунде все-таки проиграли, да, пропустили четвертый мяч. Они мне вот в унисон оба хорома сказали, что хорошо, что не 0-3 закончилось. Но, с другой стороны, как и был второй тайм, честно, да, при счете 3-3 упустить, и даже ничью, но это просто кощунство вообще. Я не знаю, как вот надо играть в конце, то ли так хотели забить, но Крупадер не забивал в контратаке. Он забивал после длинной передачи, после нескольких касаний, там чуть ли не второго с третьего удара. Ну, как вот действовать в одной четвертой финала, в первом матче? При счете 3-3, когда вытаскиваешь просто, непонятно. И мы вот на матче работали с Романом Долженко, да, Роман Карманов, он известен наш по карманному футболу. Он мне потом написал после игры, ты помнишь, после чего, значит, Востоксервис забил свой четвертый гол. А забил он четвертый гол после того, как Шамиль Курбанов просто волейбольным образом отбил вот так мяч. Зачем это сделал? Что с ним случилось? То есть, ну, шла передача, да, не было никакого выхода, один на один, если пересмотришь. Он просто взял и вот так вот его отбил рукой. С этого штрафного пошла подача и забили. Макс, это, кстати, говорит о том, что сейчас происходит в Титане, да, то, что не видно глазу. Это все выливается на футбольное поле, на результате, на в игре. И, опять же, мы поговорим еще о матче Титан-Комунар, потому что гость у нас сегодня будет. И ты знаешь, вот, счет 4-2. Я думаю, что будь Алексей Медведев, возможно, даже Горлукович, то Титан бы просто уничтожил бы Комунар, да, а не доводил бы дело до 3-2 с разобранным Комунаром, понимаете? Еще, кстати, момент, да, я что-то вот всех встречаю, встречаю Виктора Копкова, я встретил у магазина Билла, то, что на спортивный, куда все ходят после игр, я говорю, Вить, ну, что-то там, говорю, забил, красавчик, я говорю, успокоил. После Комунара? Да, после Комунара. И он вот так вот рукой махнул, говорит, да ну. Вообще, то есть, как бы, он просто поражен, да? Ну, вот с тем, что происходило на поле. Ну, и это видно, это видно на поле, потому что нету пропалностей убийцы, ты знаешь, я бы не сказал, что ходят по полю сытые, довольные люди, но вот какого-то азарта, драйва, может быть, дисциплины, оно все-таки не хватает. Пока вопросы, ну, если Архипов будет, мне кажется, Антон Архипов, он знает прекрасно ЛФЛ, он футболист, он все, но мне кажется, ему не хватает вот какой-то харизмы, может быть, которая была у Медведева, или жесткости, может быть, которая была у Горлуковича, допустим. Потому что, ну, вот Титан, ну, слишком вальяжно действовал, слишком вальяжно, спокойно. Вот такое ощущение, что сейчас с его приходом все как друзья, они, как друзья, и вот это мешает как раз играть. Да, ну, где-то, наверное, как говорят иногда, папин дом. Ну, да. Не хочется, конечно, дискредитировать уважаемого Антона Архипова, но пока, конечно, видно, что у Титана проблемы, я думаю, что здесь психология не последняя. И здесь, говорю, вопросы даже не к Архипову больше, а вопрос... Дошение. Да, 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 это очень сложно, и тут мне даже подсказали, что, возможно, Архипов – это идеальная фигура для помощника, для помощника, который, да, может тактику где-то подсказать, пятое-десятое, но вот лидер, он должен быть таким харизматичным, как тот же Медведев, да, который команда при счете 2-0, она не будет успокаиваться, а будет десятку добивать до тех пор, пока там финальный свисток, да, как и, собственно, и было. Вот. Ну, не знаю, даже вот с матчей против Успенского Титан действовал более гармонично, даже, нет, не так, а более дисциплинированно и с желанием. Вот было видно, что все-таки при всем там, мы пока еще не говорили там о Грлуковичах как тренере 8 на 8, ничего особенного, но его видно, что, ну, боялись, наверное, неправильно, да, но, так скажем, относились с уважением и знали, что можно присесть, можно нет, и выходить, и играли. Здесь мне показалось, что уже несколько матчей команда такая, знаешь, действительно расслабилась, расслабилась. Ну, посмотрим, что будет дальше, теперь уже на выезде не все так однозначно, на самом деле. Да, и Антон Архипов, не пора ли взять в руки плеть? Ну, возможно, если получится, а теперь уже, знаешь, после плети, да, и потом плеть команде, и потом команда опять будет говорить о том, что, что за тренер вы нам подсунули, мы не хотим там работать, и так далее. Да, в общем, сложный период в жизни Титана, и надеемся, что выберется. Ну, я сам себе его сделал, сам себе его сделал, потому что была, мне кажется, идеальная фигура в лице Алексея Медведева, который дал результат игру, и действительно, ну, это была один из вообще вот лучших команд за долгие годы в УФЛ. Который выиграл чемпионат, который выиграл чемпионат России, и здесь, конечно, может быть, Ауковец, да, действительно, от надставка Алексея Медведева. Ну, посмотрим, что будет дальше, я говорю, вот теперь фаворит, я не уверен, что это будет Титан, потому что в ответ на матча добавится тот же Павленко, добавится Шереметьев, добавится еще... Да, западные ребята, еще добавится несколько человек, ты знаешь, и всякое может случиться. Поэтому я надеюсь, что все-таки Титан соберется, соберется, и свои... Ну, в общем, выйдет с полфинала, таким словом. Да, но на осторожность присутствует. Еще у нас есть Еврокубки, это Кубок Москвы и Лига Москвы, Кубки Москвы представлен футбольный клуб Барс, ответный матч против Берсекера, это Восток, первый матч Барс играл со счетом 4-2, но в ответный мы разгромили восточную команду. С неприличным счетом. Да, 14-0, но там действительно команда сначала играла какое-то время в меньшинстве, потом приехал восьмой, играли ровно, и потом вообще удаление было у Берсекера за оскорбление в адрес арбитра, и, ну, там, по сути, без шансов, но, ты знаешь, следующий соперник, это будет Кила. Известная команда. Да, да, да. С хорошей историей Кила, да. Кирилла Разумовского, нашего коллеги с тобой, вот, я думаю, что у него будет настрой серьезный. Ну, вот, читал Дима Иршову интервью, да, он как раз отмечает не Килу, но он от Академии Гефеста, вот, отмечал по играм, кто мог бы составить Барсу конкуренцию. Конкуренцию, да. Ну, да, конечно, Гефест – это серьезная структура, серьезная организация, и у них не только главная команда, которая в Лиге Чемпионов играет, но и Академия Гефеста, конечно, тоже очень, очень серьезный, крутой соперник. Я там по сетке не помню, вы в финале, да, можете встретиться? Да, да, в финале, вот, кстати, по Киле еще, они, когда в марте играли, Килу-то выиграла 3-0, а сейчас в ответный проиграл 0-2. Понимаешь, то есть, как всегда, за сколько, за 4, за 5 месяцев все как поменялось. Ну, посмотрим, вот эти выходные мы играем дома, поэтому всякое может произойти, но настраиваемся мы серьезным образом. У нас еще одна команда в Лиге Москвы, это даже две команды, это Ватутина и Портер. Ну, Ватутина не решала никаких задач, Реаспорт приезжал, ну, для того, чтобы набрать 5 очков и, кстати, не выйти из группы, что интересно. Да, так получилось, что не хватило победы над Ватутина, команде Реал Спорт. Ну, там вообще матч под вопросом был, да? Потому что не те, не те особенно не жаждали играть. Да, ты знаешь, и, может быть, если бы была даже техническая, допустим, победа, то, наверное, больше шансов было бы выйти у Реал Спорт, потому что как раз по дополнительным показателям они прошли. Ватутин-то вообще ничего не нужно было в этом матче, но они собрались и все-таки немножко подпортили южной команде настроение. Повлияли, да. Повлияли в Спорт, нужно было просто оплатить за Ватутинскую неявку, да, и тогда бы они вышли. Да, Портер, собственно, ездил в гости на север, к Северному Альянсу, и там была уверенная победа со счетом 7-0. Ну, Портер, возможно, один из главных фаворитов, и теперь команда Максима Ковальчука попала на ВЭД. ВЭД первый матч у нас состоится только теперь 27 сентября, но вот тоже в эти выходные, поэтому поболеем. Портер едет на выезд, на выезд на север, то есть два матча мини-Москвы, как мы это называем, пройдут на север. Да, Портер, мы помним, что это самое, что ни на есть, кубковая команда, и АФК Портер, и Портер СВ, да, очень часто выигрывают именно кубковые титулы, ну, а всем нашим командам и в мини-Москве тоже, конечно, желаем успеха, в том числе Миштвы и Мубарсов. Спасибо, спасибо, ну, будем стараться, посмотрим, что будет, собственно, на поле. Ну, вот Еврокубки у нас начались, и всем командам, которые там участвуют, мы, конечно, желаем победить, особенно в Лиге чемпионов ФКСП и в Кубке ОФЛ Титану, которые имеют отличные шансы на то, чтобы пройти дальше. Поэтому все пока что в их руках, ногах. Желаем удачи. После небольшой паузы мы поговорим о чемпионате с нашим гостем. Ну что ж, друзья, после небольшой паузы мы возвращаемся в студию и говорим о западной премьер-лиге. И сейчас к нам присоединяется гость, вратарь, легендарный вратарь западной лиги, который играет здесь, на Западе, с 2011 года, игрок футбольного клуба Комунара Сергей Жилкин. Серега, привет. Макс, ну давай первый вопрос, который ты очень хотел задать и обсудить, поговорить и узнать у Сергея, пожалуйста. Да, больше всего, вот, мне, конечно, был вопрос, который касается твоей карьеры, начиная, наверное, с команды «Асмарал», да, которая играла в высшей лиге России, занимала шестое место. Серега, расскажешь нам в двух словах, я думаю, зрителям будет интересно, с какими футболистами ты играл и как это все было. Если в двух словах, это было очень давно, сейчас я так-то припомню. Мне 17 лет было, я детскую футбольную школу закончил. У Верейкина Юрия Петровича, кстати, в моем годе, в 75-м, выпускались такие футболисты, как Маминов, Владимир, вот, потом Олег Корнов, Андрей Сломатин. Вот, они, соответственно, вы знаете, в какие клубы пошли? Вот, а я, меня пригласили в «Асмарал». Вот, это был 92-й год. После просмотра, после трех месяцев, в январе 93-м году я подписал контракт. Это тебе сколько лет было? Это мне 17,5 лет было. Первый профессиональный контракт? Да, первый профессиональный контракт, на три года подписал. Вкратце, это было безопасно, потому что вот в те годы, наверное, из серии «На, подписывай», да, просто, и все. Чистый лист. Но, если честно, у меня было огромное желание в футбол играть, тем более в таком достаточно крутом уже тогда шумевшем клубе. Вот, и я, как бы, вообще не вникал там, даже особо цифр не смотрел, какие там подписывал. У меня желание играть в футбол было. Вот, поэтому, то есть об этом я думал меньше всего. Просто такие футболисты там были, просто Гаврилов, то есть, ну, на слуху были очень многие фамилии. Поэтому, вот, даже, как бы, это, не задумывался ни о чем, просто подписал на три года. Некоторые даже на пять подписывали. Кто-то на год, там, в год возрастные игроки. С Гавриловым вместе, там, тренировались, играли. Ну, я с ним, как бы, немножко поиграл, ну, не поиграл, даже потенировался. Потому что в тот момент, когда я приходил, только был на просмотре, Гаврилов уже ввел переговоры, как бы, об окончании там, как бы, контракта. Вот, он уходил. Вот, так пару раз пересекались на тренировках. Вот, видел. Ну, на тот момент он был самый возрастной игрок, а я, наоборот, был сам. У нас там разница, там буквально 20 лет было. Но ты же все равно, там, потренировался, поигрался с Симаком, да, и еще с другим? Ну, на высшем уровне мне не удалось поиграть, потому что у меня были вратари, которые, как бы, более возрастные, там, некоторые на 10 лет, какие там, на 6 лет были старше. Ну, меня и молодого не подпускали. Потому что я только опытом набирался, вот, там, с Симаком, например, Сергея Гришина, Тачилина. На уровне дубля я с ним очень много матчей провел. И только тогда я опыта набирался, я вот, как бы, заметил, только тогда я начал вливаться. И сколько там платили вы с морали? Ой, я уже эти цифры не помню. В дубле нам вообще, как бы, платили достаточно мало. Не помню, по-моему, в районе 100 долларов у нас были племянные. У нас была система гол плюс пас. Для вратарей-то это, наверное, для вратарей. Нет, у защиты была своя система оплаты, там, говорили. Интересно, а вратаря? Вратарей-то сухие ворота были. То есть защитники вратари получали за сухие ворота. В конце игры, кстати, кто забивал, кто отдавал пасы и сухие ворота, мы все в общую копилу, как бы, скинулись, если бы, там, 1-2-0. Вот поэтому, как бы, потому что выиграет всегда команда. А если 4-1 выиграли, то не платили защитников вратаря? 4-1. Ну, это, не знаю, в тупик ты уже поставил. Там у нас, у нас, у нас, у нас очень дружная команда, мы о деньгах думали, там, в последнюю очередь. И тем более тогда, на тот момент, там, копейки какие-то были. И сравнить с сегодняшними реальными, сколько сегодня можно, как бы, в футболе люди зарабатывают. То есть, не знаю. Мы о другом думали тогда. Просто 90-е годы, это вообще, это совсем другое время. А президент-то видел этого конденчного? Конечно, видел. Он так периодически приходил, там, в бане парился. Ну, такой топ, короче, уровень. На Роллс-Ройсе-то мог приехать еще на чем-то, с охраной, постоянно. То есть, даже никто не знал, когда он может приехать, не предупреждали. Он мог неожиданно так приехать, чтобы как бы застать. Веселый был? Ну, да, достаточно веселый. Такой позитивный человек. Мэкс, ты помнишь Асмарал? Я, честно говоря, уже только по записям. Потому что это какой, наверное, 90-й, ты сказал, 92-й год, да? 92-й, 93-й, а Асмарал еще играл в высшей лиге. Вот, а я начал смотреть чемпионаты мира 94-го года в США. Начал смотреть вот так вот активно. Чуть-чуть я, получается, не успел. Ну, в записях уже, так сказать, наблюдал. 94-й, 95-й – это первая лига. 96-й, 97-й. Вот как раз года, когда я уже начал просто быть основным вратарем Асмарал, потому что более возрастные вратари ушли по серьезным клубам. А я уже уровень дубля перерос. Это был 97-й год, 96-й. Это вы в первой лиге уже играли, да? Нет, мы уже вылетели транзитом, как бы, из первого во вторую. Вот, но мы еще почему влетали? Потому что у нас были скандалы внутри клуба постоянно, там, с невыпытными, выпытными, вот. И опытные игроки, там, Тачилин, там, Семак. Семак, там, он по-другому уходил, он в армию, как бы, его призвали. Он нас просто забрал ЦСКА. Ну, Семака в армию, да? Вот. И, короче... Даже как Зенит себя забрал. Прост к себе. На тот момент ЦСКА даже особо не спрашивал, он просто говорит, мы вас забираем, но в армию все. Ну, как и везде, в СССР раньше, да? Больше не хочешь в армию, иди, вот, играй, там, Динамо, ЦСКА. ЦСКА, команда лейтенантов. Да, да, да. Было, было так. Кстати, про скандалы относительно, у тебя сейчас тоже клубы Комунары, Сергей, за которые ты выступаешь. Не все после пандемии гладко в коллективе. Вот, обычно мы начинаем разговор о прошедших матчах, но тут первый вопрос будет про будущий, который, по идее, должен был состояться в Феникс-9, но у вас стоит неявка и техническое поражение 5-0. Вкратце, почему так произошло? Не, ну, лично, мое точка зрения, то, что у нас полкоманды будет за Игна в этот день, за команду Легиона Мантеевка. Я не знаю, знал ли это, как бы, наш соперник, или не знал ли, может, просто это случайность какая-то. Но нам, как бы, нет смысла проводить эту игру, потому что у нас полсостава не будет. Ну, вот, с одной стороны, понятно, полсостава не будет, но с другой стороны, какого состава не будет у Комунара, потому что одно дело, когда они не приезжали до пандемии, мы знали там Соколова, Спарновича и там Четверяки и так далее, да, мы понимаем, что нету. То есть сейчас вроде как и говорят, что состава нету, но кого не будет. И реально, и действительно нереально было набрать те же восемь человек. Мне кажется, Дима посчитал, что вот это основа, на которую он опирается, игроки Игна в Антеевке. Потому что именно их не будет. Поэтому он, как бы... Это кто? Это Бондарев, которые, в принципе, в последней игре все решили. Дрожук? Дрожук тоже, да? Нет, Дрожук, он не с Вантеевки. Вот, Бондарев, потом Панов. Потом Гусаров. Копейки. Нет, Копейки, но не с Вантеевки. Нет, я сейчас просто... Мне надо посмотреть состав. Мы весь состав думаем. Просто я не помню. Но там человек... Человек 5-6, я, конечно, извиняюсь, если я кого-то забыл. Но нецелесобр... Русских, русских. Нет, русских он тоже не с Вантеевки. И у нас, как бы, понимаете, не всегда бывает так, что... Дима Воронков просит на игру, чтобы, как бы, приехали, да? Он говорит, я хочу видеть тех-то, тех-то игроков. Не все могут плюсы поставить. То есть, у него желание, как бы, одно. Могут у кого-то какие-то обстоятельства быть. Вот, поэтому он с целесообразностью... Он понимал, что вот эти, Ивантеевский, вообще не отпишутся. То, что он даже... Мы там, как бы... А отписалось сколько? А он все, он до игры уже понял, что они будут там заиграны. То есть, уже не стал... Он сразу сказал, что я буду тех, наверное, на эту игру ставить. У меня сосед сказал, что... Ну, мы с Димой соседи. В одном доме живем. Он сказал, что у нас будет Adidas, будет Космосфера. Вот на них мы точно соберемся. Ну, тем более, с Фениксом 9 нам, как бы, тяжело было бы. Просто... В принципе, достаточно сильная команда. Судя по результатам, я ее не видел. Но результаты сами говорят о себе. То есть, это сильный коллектив, в принципе. Ну, у вас первая победа была после перерыва. Был обыгран Коммунарс со счетом 4-3. Ты даже у себя в соцсетях написал о том, что с твоим выходом, собственно, был камбэк совершен. Ну, по сути, так и есть, да? Хотя первый ты пропустил, счет стал 3-0. И потом команда забила 4-0. Вот расскажи про этот Майс. Потому что такого от Коммунара, честно говоря, мы не ожидали. Ну, во-первых, я на эту игру как еще тренер был. Да, как-то получилось. Ну, Дима Воронков отписался, что он не сможет. А так как я уже взрослый... Ой, не взрослый. Достаточно опытный как бы футболист. Вот. Я как вратарь. Я могу руководить и сбровки также подсказывать. А Константин Молко где был? Ну, Константин Молко, они, по-моему, поехали на Коммунарте 19-26. А, у них. На Юго-Восток. У меня Дима заранее, я еще утром знал. Он мне писал, готовься, будешь сбровки руководить. Вот. Ну, я так посмотрел, вроде состав у нас набирается. Я так понял, что Альбион, в принципе, аутсайдеры. И как бы здесь нам по силам. По силам зацепиться. Не знаю, футбол, конечно. Мяч круглый поле ровный. Там как пойдет. Ну, я Максим как раз встретил там на Бровке. Тебя я встретил. И, не знаю, как-то нежданно-негаданно нам просто, не знаю, я особо не наставил команду. Говорю, ребят, просто выходим здесь за шесть очков играть. Просто мы до этого попадали под сильные команды. Я говорю, ну, здесь как бы реально зацепить. И тут бац, и ну три. Выходим, да. И причем ничего не предвещало беды. Хотя Альбион хорошо сыграл на счет первый тайм. Там просто первый гол залетает с аута. Там ветер какой-то дует. Просто прыг, скок. Бах, 1-0 на ровном месте. Второй гол тоже похож на первый. Только там непонятно. Я не хочу обвинять нашего рутоля, потому что он очень хорошо играет у нас. Вот там Петров Максимов тоже отмечал такой хороший парень вообще. С Титаном вообще сумасшедший, просто мочь выдал. Да, у него реакция хорошая, ветки такой распрыгучие. То есть, в принципе, как я в молтоси. Вот. И, короче говоря, получилось так, что залетает нам второй. Вот. Ну, там они не разобрались, кто пойдет на мяч, или вратарь, или защитник. Вот. Бах, на ровном месте мы 0-2 получаем. То есть, ничего не предпочитало. В течение двух минут. Да, в течение двух минут. И я уже такой немножко расстроился, думаю, блин, надеюсь, 6 очков не зацепим. И я такой думаю, не знаю, как второй тайм, это, в принципе, еще целый тайм. И ко мне вратарь подходит, наш, вот, Игорь, и говорит, слушай, Серега, что-то у меня, это как, плохо себя чувствует, меня что-то подташнивает. А я вообще, вот, понимаете, я такой человек. Чувствую, что запахло жареным. Да, я просто такой человек, я не могу вот так войти в игру, тем более в возрасте. Мне нужно к игре за неделю готовиться. То есть, я должен знать, что я в составе, я тогда буду, соответственно, настраиваться. То есть, как бы, буду выходить, там, как бы, буду в оптимальной форме. А здесь, как бы, я вообще не был готов к игре, просто, ну, то есть, нужно было и размяться, там, пропотеть очень сильно, то есть, как бы, мне нужно, как для вратаря размяться. Вот, я такой думаю, деваться-то некуда просто, если человеку плохо. Я даже видел по моментам, что, в принципе, может быть, он из-за этого заглотил, что у меня плохое самочувствие. Это мне, кстати, на бровке мужчины, это не его папа, там, очень сильно ругался после... Это, мне кажется, папа Андрея Ропота был, если бы пожилой человек. Да, он там болел, переживал, так нервничал, да, ругался. Вот, я уже такой думаю, ну, деваться некуда, все, я вышел на ворот, встал. И вот чувствую, что я не размят, что я просто думаю, ну, сейчас я такое поймаю, если только что-то в меня попадет. То есть, но еще мне 45 лет, мне уже тяжело, как бы, выходить на таком высоком уровне, что-то показывать. Вот, и Альбион побежал третий забивать, и там в какой-то одной из атак там просто человек ударил, но он ударил как-то из-под ноги. То есть, я момент ударю немножко не видел. То есть, там, раздвинул, между ног полетел. Я мяч взглядом проводил. Ну, все, думаю, приплыли. Все, 0-3 уже. Оставалось там, по-моему, минут 15 до конца играть. Ну, нет, почти тайм. Тайм еще был. Почти тайм. Ну, я вот Альбион, если честно, не понял, потому что можно было им про 3-0 просто закрыться. Я не знаю, если они хотели победить в этой игре. За 15 до конца первые забили. Да, за 15 до конца первые забили. Вот, первые. И поэтому, там, мне кажется, наши уже начали в свое удовольствие играть, потому что они поняли, что матч, в принципе, уже проигранный. Как-то побежали, но, не знаю, Альбион, мне кажется, безобразно сыграл в обороне. Вот в эти 6 минут им просто 4 гола залетело. Ну, очень странно, если честно, то, как действует Альбион при не самой плохой игре. Я хочу все-таки отдать должное Ивану Ершову и Александру Мешкову, которые собирают команду. При не самой плохой игре, симпатичной, при хорошем сборе, да, вот результат. Даже несмотря на отсутствие гусела. Да, вот результат почему-то не дается. Но, я думаю, что если команда продолжит в том же духе, победы придут, и, может быть, даже с кем-то из лидеров смогут в дальнейшем бороться. Потому что уже проблема Альбиона, мы всегда говорили о том, в скамейке, в какой-никакой. Сейчас она появилась, но нужно время, чтобы действительно сыграться. Ну, вот уже 3-0 было, уже наметки есть на положительный результат. Может быть, был бы Гусев, было бы полегче. Я думаю, что могли бы довести дело до победы. Но вот с 0-3, какие эмоции были после матча? У меня, кстати, когда мы четвертый гол забили, я уже понял, что я эту игру выиграю. Ты уже тогда мне смсил, да, с ворот, когда четвертый забил? Нет, когда мы забили четвертый гол, я понял, что Альбион поплыл. И просто я своим начал просто так кричать, чтобы игру засушили, чтобы никуда не спешили. Просто мы тупо поставили Бондарева в нападение Высокого. И просто выбивали от ворот туда подальше. То есть ничего даже не разыгрывали. Я просто не то, что приказал, но это как вратарь. Просто сказал, ребят, сзади вообще ничего не приду, мы грузим вперед, мяч убиваем, еле ходим за мячом. И так мы игру засушили. Ну, так самая простая тактика, на первый взгляд, да, оказалась самодейственной. Вот Альбиону, в принципе, нужно было так же и сыграть при 3-0. Вот извините меня, что это ребёнок. Ну, вот я не знаю, почему они не засушили, и у них просто центральная ось вот эта провалилась. Меня удивило другое. У вас в команде, Сергей, такая ситуация произошла в середине первого тайма. Человек пришёл с двумя волосами, это Баскаков, да, по-моему? Нет, с Баскаком мы на лавочке сидели. Это знаете, кто был? Это Дрожук Олег был. Это был Дрожук, пришёл в середине первого тайма, в середине второго ушёл. Это развивал Портеру, кстати, да? Это как вообще? Просто тихо, спокойно, никому ничего не сказал. В середине первого он пришёл, в середине второго он ушёл. Ну, он ещё отписался, что он на игру как бы опоздает. Уже все знали. Вот он пришёл, там переделся на игре. А почему он ушёл? Потому что он, я не знаю, сколько там минут осталось. Ну, ты куда? Я, да, я лучше поеду. Я, кстати, не видел, при каком счёте он ушёл, потому что я на футбольном поле был. У меня всё мысли. Ушёл. Наверное, при 0-3. Наверное, при 0-3. Он ещё нападающий же, да? Я об этом только в последнюю очередь думал. Потому что мне не до него было. Я настолько радовался. То есть, потом мне кто-то говорит, что это за игрок пришёл, ушёл. Удивительно. Удивительно. Представляешь, человек приходит, команда с 0-3 вытаскивает. А потом смотрит на счёт. 4-3. Да, вообще как-то. Ученица, как отреагировал Дима Воронков? Дима Воронков. Не ждал? Ну, он, во-первых, несказанно не ждал, несказанно рад был. Он, кстати, параллельно у хай-тека выиграл с Коммонаром 19-26. Вот у них причём такой же счёт был. Он говорит, ну, вы типа даёте ещё при 0-3 камбэк. Он ещё не думал, что я играл. Я ему говорю, ну, всё, готовьте премиальные, короче, за то, что я вышел. Как я тебе перед матчем сказал, да, что сейчас выиграешь и всё, и премки. Он так особо не готовит, короче, то, что думает, ну, там, прибьют, как всегда. Не, ну, я так понимаю, что тактика Коммунара так, что играть командами, которые внизу, и команды, которые вверху, можно и не приезжать, условно говоря, из этой серии. Ну, не то, что не приезжать, а можно и не биться. Нет, я тебе знаю, что скажу. Я вот просто считаю, это лично моя точка зрения, что было ошибкой разделить Коммунар, когда он существовал, что вот эти все Сапановича, Тверикова, достаточно сильных футболистов он увёл отсюда. Вот, он как-то разбавил, получилось то, что он половину забрал туда и половину как-то здесь. Извини, пожалуйста, перебью тебя. Вот, просто даже этот Сапанов, он играет достаточно, местами может играть неплохо, и вот сейчас как раз сыграет Титан Коммунар на ваших экранах тоже угол и видит, всего-то 4-2. Давайте продолжай, пожалуйста. Вот, но я даже сам заметил, что нам время сыграться нужно, потому что вот эти вантеевские игроки, мою личную точку зрения, что они заточены под футбол 11 на 11. То есть, как-то они здесь приходят. Я смотрю индивидуально, как бы, игроки очень хорошо, как бы, бегут, всё, но у них как-то нет вот сыгранности, то есть, нужно ещё время сыграться. И постоянно у нас каждую игру состав чуть-чуть меняется. То у нас там Сытин с Копейкиным приезжает, то есть, как бы, вот под них как-то раз, потом раз их нету, они не отписались. Макс, а ты знаешь, что, Сергей, наверное, тоже на Копейке, который мини-футболист же, правильно? Это, по-моему, он с юга-запада, этот футболист. Нет, я имею в виду, вообще он мини-футбол же играл, Копейкин. Был такой мини-футболист, и в Барсе у нас играл, профессионально он играл, Аксандр Копейкин. Ты его внешне видел, ты его узнал? Ну, да, мне кажется, да. Это он, наверное. Наверное, он, да, был. То есть, это, как бы, ноет профессиональный футболист, который играл, он думающий игрок. Вот он Титану и исполнил. 3-2 стал, кстати, до последней минуты. Виктор Копков на 60-е забил уже четвертый гол, да? Да. А матч вообще был очень высокопачественный. А вот вы посмотрите внимательно, я вот еще просто не перебиваю, продолжаю вашу мысль, что Коммунар, такая команда, как бы, вот, типа, там, очки с рутс-1. Так мы, и когда играли с CDN, да, какой был счет, 2-0, да? И голы были забиты, и, по-моему, там, последний гол был, второй, на последних минутах был забит. Правильно? Там на 31-й и на 59-й. Вот мы упирались в CDN, достаточно равная игра. А потом посмотрите, как CDN в ФКСП сферу. Они их обыграли правильно 2-1. То есть здесь, как бы, на тоненького, здесь непонятно. То есть мы можем, в принципе, упереться, если состав собрать. Ну, кстати, можно и с Портером вспомнить, первый тайм очень достойно играли, да? То есть тоже в раздевалку, кстати, пропустили. Да, да. Да, первый тайм очень устраивали. А у нас, по-моему, в каждых играх мы или сравнивали прям тут же, или вилье. По-моему, сравнивали, да, и с ФКСП мы сравнивали. То есть 1-0, 1-1, и потом мы что-то как-то плывем. С чем связываешь? Я просто считаю, что это вопрос времени, что это просто надо сыграться. Мне кажется, вот если в этом году мы не будем вылетать, там, как бы, у нас какой регламент? Будут вылетать вот эти? Нет, вроде не. Или вообще никто не будет вылетать, да? Да, учитывая, что у нас сократилось количество участников. Да, я думаю, что никто не вылетает. Тогда не надо заниматься никакой ротацией состава. Надо над этими сыграться и, как бы, точно усилить. А те вернутся, кто ушел? Я не знаю, какие виды у Димы, короче. Потому что постоянно какие-то футболисты появляются. Но там они тоже, кстати, они там у Хай-Тека выиграли, еще у кого-то, я вот так надо посмотреть в Лиге Чемпионов. Они там борются, они могут даже побороться за золото, они идут на третьем месте. Ураган Люблиной еще шлепнули с Дмитрием Шнякиным, коллегой. Он играл весь матч, кстати, отдал Диму, но 3-2 выиграли. И там за Чемпионство, Дима. Они идут в тройки, там еще можно за Чемпионство побороться. Поэтому все силы... Лига Алькор. И он, когда забил, сразу перевел его туда. Я думаю, что такое и Ростислава. Лига Алькор, защитник, да. Высокий такой. Интересно получается. В общем, будем ждать Коммунара, да? В следующем году обновленный, пока непонятно что да как. Этот будет состав или будут люди вернутся из Коммунара 1926, правильно же, да? Да. Мне Дима, кстати, сказал, вроде бы не говорил, что это секрет, что он планирует сам жить на Западе и Коммунару на Западе быть. Так что... Ну, хорошо, хорошо. Ну, а почему нет? Каждый матч как Лиг Чемпионов или Кубок Алсфелл, по сути. Ну, да, Запад все-таки чуть-чуть подздал последние годы, да? Но при этом... Ну, тем не менее, Марк удержит, конечно. Марк удержим, конечно. Вот, давайте поговорим о Чемпионате. Значит, у нас прошел 12 сентября дерби, который мы не обсудили. Это Титан, Мега Титан, счет 1-1. Такой... Давненько мы не видели боевой счет в матче этих команд, да? Все это кто-то с ним кому-то отгрузит, то 6, и такие высокие, получается, счета. Но здесь упертый матч получился. Макс, тебе понравилось дерби? Удалось, как ты думаешь? Это мы с Сергеем Лукьяновым потом просто еще обсуждали и час не уезжали с стадиона под впечатлением. Вместе с Агавцевым и Шостаковым все это обмусоливали. Ну, то есть, на мой взгляд, матч был просто высококачественный. Отличный просто футбол и борьба на каждом участке поля, да? И вот все по-футбольному, да, интенсивный темп, то есть, очень, мне очень понравилось. И то, что счет маленький тоже, да, это как бы говорит вот именно о классе обеих команд. И моментов-то, на самом деле, не так много было, но футбол очень смотрелся. Ну, да. Смотри, ну, вот Титан мы, в принципе, обсудили по Еврокубкам. Вот Мега Титан, по сути, первая такая проверка была после паузы. И сыграла команда достаточно хорошо. И именно командный, да, то есть, может быть, тонуса где-то и не хватало. Но вот за счет боевитости, сплоченности удалось взять очки. Вот, и должны были, кстати, еще выигрывать, да, когда Сурков не забил пенальти. Вот Мега Титан стал похож более-менее на команду. До этого как-то вот чего-то не хватало, какого-то пазла. Да, вновь вернулся Александр Голевец, да, на тренерский мостик. Владимир Читая стал выходить стартовым составом. Да, ну, тут скорее, да, безвыходности, но, тем не менее, как он играет и какого выхода не надо. И забил в последней дуре Адидасу, то есть, как бы, все оправдывает себя. Да, да, да. Сергей, что скажешь про Титан, Мега Титан? Все-таки с Титаном вы встречались, с Мега Титаном только предстоит. Не знаю, для меня это вообще уже, как бы, команда топ-уровня, там уже скорости такие, как бы, сумасшедшие. Ну, при этом вы всего 4-2 с Титаном посыграли. Титан, возможно, нас недооценил. И нам с Золотого, как бы, помогли вот эти ребята, которые приехали. Мы с ними уперлись. Я не помню, что у них так много моментов было. Конечно, там нас Игорь Петров подвыручил. Возможно, они хотели, как бы, легкой кровью отделаться. Как бы, не напрягаясь. То есть, посмотрели еще, наверное, на тот результат, что нам 14 тогда завалили в ФКСП. Мы, как бы, может, извлекли ошибки, там, от игры с ФКСП. Вот, немножко по-другому стали играть. Вот, поэтому даже там за 3 минуты до конца непонятно какой счет был. Счет был 3-2. Мы побежали уже сравнивать счет. Так что могли у Титана отобрать. Ну, главная сенсация прошлых выходных, она все-таки была не в этом матче, а в матче ФКСП, который проиграл ЦДН со счетом 2-1. Вот, наверное, то, чего мы никак не ожидали. Но, может быть, не 100% по делу, да, наверное, так сказать нельзя, что ЦДН полностью проиграл ФКСП. Но, наверное, то, что по тому, как складывалась игра, как ЦДН играл, наверное, они могли именно выгрызть эту победу. То есть, они не выиграли, они выгрызли. Ее, действительно, как собака выгрызает какую-то игрушку, которая очень хочет. Вот так и получилось в этом матче. Потому что большую часть матча, если честно, ФКСП сидел на воротах ЦДН. И Макс так в статьях своих стоял, а в Агабце, да, пишешь, на том, что он тоже не верил, да, в победу. Так вот, мы обсуждаем, значит, с Агабцевым и Ильей после матча Титан-Мега-Титан. Он говорит, ну, друзья мои, завтра мы с ФКСП играем, нам восьмерку отгрузят. Налетов дернул заднюю, он говорит, вообще без шансов, вообще без вариантов. Он говорит, я говорил Зуеву, что там, давай, привет, стимулируй, простимулируй. Он говорит, ну, завтра нам восьмерку просто отгрузят. И просто по следующий день 2-1. Я тебе еще больше скажу, что когда еще 2-1 был, он на бровке сказал мне, что дожмут, да, сейчас, понимаешь? Вот, но было, на самом деле, было похоже на то, что ФКСП дожмет. Действительно, большую часть первого тайма и почти весь второй тайм ФКСП сидел на чужой половине поля. Там и стрелял, и бил, и наседал. Ну, вот, ЦД, я говорю, держалась, просто пластались там своей штрафной, около штрафной, но все-таки забить не дали. И, кстати, забил-то победы Агапцев, что интересно. Сашнин Агапцев, вот они сейчас, конечно, набрали хорошую форму. Ну, и ФКСП теряет важнейшие очки, если честно. Вот сейчас бы проиграй Титан, выиграй Мегатитан, и у нас бы 3 команды сейчас почти очко в очко пошло. Да. Просто было бы коротко. Ну, все равно отрыв не такой большой, да, получается, там сколько-то 3 очка всего лишь. Вот. Ну, может, конечно, может не хватить по итогу вот именно вот этих потерянных. Вот, в КСП оступился, конечно. Ну, да. В КСП, кстати, я вас перебью и с нами оступился в первом круге. Да, кстати. Тоже не дооценили, и 4-1 их придет. Зато сейчас и 14, да? Ну, я так думаю, что они тогда и выходили, чтобы реванш взять, потому что им очень обидно было потерять очки. Они потом могут сказаться в чемпионском году. Ну, да, да. Я так думаю. Могут не досчитаться. Вот с ФКСП, да, сейчас с Коммунаром тогда, с ЦДН сейчас, ну, как и Мегатитан, собственно, проиграл. Ты не проиграл, а выигрывай у Титана, сейчас ключевой пенальти, да, и... Мегатитан еще в первом туре от Космоса и Роу Полус вообще чуть-чуть не проиграли. Да, да, да. То есть, на 61-й забил. Да, 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 тоже может все это аукнуться. Поэтому здесь по-разному может сложиться чемпионат, но интрига жива, по крайней мере, и 3 команды у нас точно могут побороться за чемпионство на этой неделе. Давай отметим игру Трансконтейнер и Феникс 9, тоже, они немножко поговорим об этих командах, потому что Трансконтейнер вообще сейчас такой непростой период. Помнишь, первый матч они обыграли Успенской со счетом 5-1, и мы говорили, что круто, класс, но потом результаты немножко стали даваться тяжелее. И заметьте, если команда побеждает, то команда побеждает в один мяч, 2-1, 2-1, 2-1. Вот победа над Портером 2-1, тяжелейшая победа над Адидасом 2-1, и причем опять все неоднозначно. Вот, по крайней мере, Трансконтейнер вырывает эти очки, вырывает. Да, ну вот двух голов с Фениксом не хватило для победы, сыграли в ничью. Он так дуплетами стрелял за Крылов дважды, а дважды Данилюк. Ну вот что интересно, что Феникс третья группа отряд пропускает на первой минуте. Там, а с Крыловым вообще это было 16 секунд. Гол, собственно, на первой минуте, который удар, в своей половине поля. В своей половине поля Крылову забил. Сергей, вот игрок бьет в своей половине поля, вратарь пропускает. Это чистейшая ошибка голкипера? Я не знаю, но моя личная точка зрения, что у Крылового самый сумасшедший удар. Я вживую не видел, но то, что я видел по видео, это просто... Я не понимаю, как они вообще мучили. У Крылова? Да, у них непонятная траектория, они взлетают вверх, падают. Он сбивал даже самым опытным вратарям, они руками разводятся. То есть это голы вообще какие-то непонятные. Как он направляет мячом. Он в каждом вратарю может забить, какой бы ни был вратарь хороший. Да, но вот в этом матче еще Трансконтейнер играл в большинстве. Что касается удаления, ну вопрос, судя по видео, достаточно спорный. Я не утверждаю, что была чистейшая красная карточка. Может быть, Демир Шоу находился в более... Ну, как бы позиция, которая говорила о том, что это стопроцентная карта красная. Но здесь странно. Мне показалось, что Мамонов как-то вот игровой какой-то эпизод был. А если без тиблицов считают, что 100% не было красной. Ну, а ты чего думаешь? Ну, мне, честно говоря, тоже показалось, что там скорее неумышленно все это было. Поэтому, ну, вряд ли заслуженного удаления. Ну, Демир Шоу принял такое решение. Ну, смотри, при этом Фенич Диев забивает в меньшинстве и потом уходит вперед. Когда уже были равные составы, Данилюка забивает 2-1, как доголаз с углового. Туда подключается и противоход хорошо. Но, ты знаешь, я бы отметил другой момент. Это нервозность Виталия Комесова. Вот он здорово сыграл на летнем кубке. Он, по сути, решил исход финального матча против Успенского, забив два мяча против уступного игрока. Но вот чемпионат все-таки немножко другое. Это когда уже и настрой, и команда играет против тебя по-другому, и совершенно другая атмосфера. Мы, наверное, говорим о том, что это лидер, лидер, лидер команды. И груз соответственности на нем все-таки большой. Все-таки если в Титане он был один из, то здесь целенаправленно такая звезда, которую мы постоянно отмечаем. Через Комесова идет игра, но есть нервозность, Макс. Вот объясню тебе почему. Потому что выливается она в постоянное недовольствие с судьей в плане того, что не свистят, бьют, цепляют. Но всегда так будет играть против лидера команды. Где-то будут держать, где-то будут провоцировать и так далее. Вот в чем класс игрока, когда человек не отвечает на эти все провокации. Комесов отвечает, кстати, он должен, мне кажется, был получать красняк. Когда он целенаправленно ударил игрока транс-контейнера сзади к ногам. Да, могло не обойтись предупреждением. По сути, да. Да, транс-контейнер там фалил, вопросов нет. Ну а кто не будет фалить тебе в центре поля, когда идет атака? Ну и как бы это в любых командах, в любых играх, да, тем более в концовке это естественное явление, тем более там без грубости. Комесов как раз отвечает грубо. И мне кажется, это вопрос вот нервозности и неудовлетворения своими действиями, да. Потому что что-то не получается пока, где-то вот что-то не клеится пазл. Да, есть такой момент. Ну я думаю, со временем все... Ну да, 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 надо и свою роль понять Комесову, да, в этой команде. И действительно, немножко поспокойнее действовать в этом плане. Потому что, ну, сейчас вот нервозность слишком большая. Отсюда и много потери, и недопонимания вот с командой. Хотя, в целом, в этой игре, наверное, Феникс смотрелся не хуже. Да, транс-контейнер, а местами даже лучше. И мог, наверное, забивать и выигрывать эту встречу. Но все игры, по сути, у нас, что мне нравится, даются с большим трудом. Большим трудом. Еще один матч, который стоит отметить, это CDN АФК Портер. Портер, который прервал четырехматчевую сумасшедшую серию CDN. Хотя, вот CDN были все и Агапцев, и Сашнин, и играл в боевом составе. Но вот, к сожалению, Портер усилиями одного человека обыграл. Да, и этот человек Александр Минченко. Да, да. Сереж, вы играли с Портером уже, по-моему? Играли, да. Вот, как действует Портер? Тебе понятно? Такая команда вязкая. В пас очень хорошо играет, но у них Минченков всю игру делает. Вот, вот, да. Вроде человек, кажется, с лишним весом, но у него опыт игры, это вообще просто сумасшедший. Он может принять, развернуть, пробить, там, с любых позиций, мне кажется, бьет. И причем все знают, да, что он может принять. Мне кажется, он немножко на Ульянников даже похож по манере игры. Просто, или Ульянников, он более сумасшедший, более агрессивный. То есть, он такой, более, как бы, поспокойный, как бы, игрок. Ну, вот, Портер провел шикарную игру с ЦДК. Честно говоря, очень обидно, что команда Кольчука не прошла. Они этого заслуживали, и очень хотелось бы посмотреть все-таки Портер дальше. Тем более, была хорошая возможность дойти далеко. Вот, потом было поражение тяжелейшее от Трансконтейнера. Ну, не сказать, что там Портер заслуженно проиграл, но игра могла сложиться в разную сторону. И те, и другие могли забить. Ну, вот, суть в том, что Минченкова прикрыли, и Портер не смог вытянуть. Здесь, как раз, Минченков делает результат. Первый гол сумасшедший, там, передача, принять так грудью в лед и пробить, это, ну, это круто. После игры, Агапцев, вездесущий Агапцев, был крайне недоволен игрой Минченкова. Это меня позабавило, да. Ну, что там этот Минченков, ну, что он принимает, только и бьет. А при этом два гола и... Да, вот как, я просто говорю, понимаешь, можно, ну, говорить, что там Минченков, ну, вот, в футбол вообще игра простая. Да. Играет тот, выигрывает тот, кто проще играет. Пас, ближнему, стеночка, ничего сложного, но эти команды, они как раз всегда добивают результат атакой и в индивидуальных действиях. Минченков ничего простого, сложного не делал, хотя, как он ничего не делал сложно. Пойди, останови, Макс, мяч, который летит у тебя от вратаря, такая завесуха, грудью себе. Ну, это мастерство, это чисто мастерство, да. Ну, да, и по сути... Чего он на таком уровне играл. Да, вот, видишь, если ЦДН обороняется командно, им легче, чем индивидуально, потому что, вот, играл Силкин, по-моему, с Минченковым, как он пролетел мимо мяча, ну, это просто, вот, вообще, для меня абсолютно непонятно. Но при этом, все-таки, ЦДН проигрывает, прерывает вот эту вот свою серию. Если бы обиграл Порта, ну, это вообще, они были бы, вот, как весенние, осенние чемпионы. Очень сокрушался Сергей Стеблецов после ничьей с Трансконтейнером. Говорит, это ЦДН, говорит, от них не ожидали, что у них же еще там техническая была победа. 15 очков просто в пяти турах команда набирает, да, и действительно, ЦДН просто взлетел в турнирной таблице. Мы уже успели, там, чуть ли не похоронить, да, команду, а она просто так взлетела и в еврокубковой зоне находится. Но здесь действительно, что где-то вот это везение, которое поймали с прокуратурой, с той же, да, например, здесь, конечно, оно ушло с Портером. Еще один матч, который был в выходные, и закрываем тему премьер-лиги, это Мегатитан против Адидаса Ю-23. Мегатитану я отмечал, что надо закрепить, как раз был победный эффект, посмотреть на эмоциях ли действовала команда, или все-таки это действительно возвращение того старого Мегатитана. Но вот игра показала, что при том, когда соперник действует хорошо и у Мегатитана не все получается, то команда может все равно добиваться результата за счет того же опыта. Мегатитан смотрелся неплохо, но я отмечу Адидаса, который очень симпатично играл, двигался. У Долгова Сергея были проблемы с составом, в частности, два защитника. Радугин, вот, из Космоса Веера, который, ну, новичок в команде, но премьер-лигу знает прекрасно. Вот, и Баранова, то есть, два защитника, глядишь, вот, считай, прикрыли, например, уже, да, был бы плюс. Но, в целом, игра на Адидаса очень симпатичная была, но, опять же, вопрос результата. Пока вот опыт класса взял вверх. Но, вот, я бы еще, знаете, про Мегатитан сказал, что смена игровой модели почему-то пошла. Вот, Макс, ты заметил ее, что Мегатитан теперь стал плясать от печки. Ну, да, видно, что, если раньше Мегатитан уповал на атаку, да, и тем более, имея таких сильных исполнителей, даже, даже когда не приезжал Казанков, да, или Ланцов не мог, каратистану группа атаки была сумасшедшая. И Мегатитан, конечно, да, там, первым номером всегда, то сейчас я с тобой соглашусь, что действительно от обороны начинает команда играть. И, ну, и то, что с Адидасом, да, конечно, тут заслуга Адидаса во многом. Мне кажется, что команда прогрессирует, и это очень здорово видно. И селекцию проводит, да, и наигрывает, связки тренируется. То есть Адидаса тоже крепкий участник премьер-лиги, да. Если бы, допустим, мы раньше Мегатитан-Адидас, ну, там, мы бы поставили на то, что... Ну, разорвёт в первом тур, в первом круге, 12-12, 12-2, да. А сейчас уже, да, Адидас становится такой командой. Уже такое, ну, ещё не серьёзно, ну, то есть не какой-то топовый, да, но основательной команды, которая вот в своём дивизионе находится. Амигатитан, да, Амигатитан, похоже, что после вот этих вот печальных результатов с хай-теком и титаном в пиём круге, да, похоже, что вы поняли, что надо перестроить модель. Ну, при том, что ушёл Крупадёр, вот, единственный нападающий один из... То Читая, если будет так играть, то, конечно, это будет большой плюс, и команде не надо сейчас сказать нападающий. Сергей, ты знаешь прекрасно, Читая, да, чем опасен этот форвард? Читая, ну, мне кажется, он вообще-то нестандартный. Он может развернуться в любую сторону. То есть он показывает, что сюда, на самом деле он там разворачивается, то есть непонятно от него, чего ждать. То есть ты как вратарь его читаешь или ты... Я его читал, когда я был молодым, я с Читая пересекался ещё 10 лет назад в Межнациональной футбольной лиге, играл там за казахскую диаспору, он за русскую. Тогда мне с ним ещё более-менее было нормально, потому что у меня возрастная категория была нормальной. Нет, ну я скорее даже вот по опыту считаю, как лучше играть, гадать или всё-таки... Его вообще как бы невозможно закрыть, потому что он такой уверткий, то есть он может от любого защитника уйти. То есть его только двое может съесть, в принципе. Мне кажется, просто у него возраст уже как бы своё берёт. И ему, мне кажется, всё равно нужно какую-нибудь нападающую помощь. Потому что ему тяжело будет вот так 60 минут бегать. У него же Кутузов, по-моему, ушёл, да? Да, Кутузов в ЦДК ему вошёл. Но у него опыт просто огромнейший. Он не то что с закрытыми глазами, но главное, чтобы до него дошёл мячик. Он один в один на любого, мне кажется, может раскидлять. Ну, дай бог, да, потому что сейчас, считай, смотрится просто великолепно. Давайте теперь посмотрим календарь. В эти выходные у нас играют все лидеры. Вот ЦДН с Успенским, да? Интересно будет посмотреть, как риэлторы отреагируют на поражение Титана. Но, по идее, должен взять своё просто идти в космосфере. Хотя, опять же, да, в космосфере, если посмотреть состав Пименов и Погремняков, уже достаточно для того, чтобы подумать, что лёгкой игры не будет. А тем более у Титана явные проблемы с игрой и с результатами. В ФКСП встречается с Успенским. Вот для Рублёвских, как мы называем, тоже непростые игры. Как раз проверка на прочность. Потому что первой игры с Транс-Контейнером, тем же она не получилась. Ну, Альбин с Мегатитаном, по идее, здесь явный есть фаворит. Ну, и космосфера «Адидаса» тоже битва за низ, так скажем. Тоже важная. Сергей, твоя команда играет через неделю как раз с «Адидасом-23». Это вот та игра, где тоже за 6 очков? Ну да, мы уже как бы всем мыслям о той игре, которая нам предстоит. И, скорее всего, соберем состав получше. Потому что, ну, здесь игра будет за 6 очков, да, я так понял? Да. Получается, вы соседи в турнире на таблице, «Адидаса» всего лишь на 3 очка опережает. Побеждайте и опережайте их. Это будет мотивировать. Игрой будет руководить Сергей Жилкин? Не знаю. Как там будет занятость Воронкова, Умолкова. Я, знаете, как я только в день игры, только за несколько часов узнаю. Как я буду руководить. Он мне пишет, ты сегодня будешь руководить. Но ты лучше настраиваешься на всякий случай, что можешь и ворота. Да, я лучше с худших позиций настраиваюсь. Ну да. Давайте посмотрим турнирную таблицу сейчас на ваших экранах. Титан, ФКСП, Мегатитан мы отмечали, с транс-контейнером. Все рядышком, но у Мегатитан преимущество, что по потерянным они на третьем, на чистом третьем остаются. Транс-контейнер тяжело, наверное, будет сейчас уже бороться за медали, но шанс остается. Ну а вот Портер, Пседен, Феникс, Успенская, наверное, поборются за положение в еврокубковой зоне, кто попадет в кубок ОФЛ. Есть какие-то еще мнения, Макс, по турниной таблице? Да, в принципе, нет. Уже четко расчертились все наши зоны, основные медальные и еврокубковые. Конечно же, борьба за чемпионство у нас в приоритете. Я имею в виду, что, как ты уже сказал, три команды действительно претендуют на чемпионство. И опять-таки подчеркиваю, что у Титана проблемы есть с игрой. Для того, чтобы удержать первую строчку, им, конечно, нужно будет очень сильно постараться. И изменить вот эту тенденцию, которая, как мне показалось, наметилась. Сергей, а твой прогноз, кто будет чемпионом? Там надо посмотреть, какие остались соперники и туры. Я просто так вглубь не заглядывал. Сколько там? Шесть игр осталось, да? Да. Там будут такие игры, где можно потерять, а где приобрести? Ну, конечно. Ну, вот у кого календарь будет полегче, мне кажется, у того и шансы будет побольше. Слушай, вот эти три коллектива, они вообще равны. Как показали последние игры, особенно там, когда ЦДН еще сыграл с ними. Вот и я не знаю, вот они все трое, все трое могут на золото претендовать. Вот куда там качнется чаш весов, это непонятно, как бы. Ну, да. То есть, такого прям явного лидера сказать, что вот эти чемпионы, я сейчас не могу. Это моя точка зрения. То есть, куда она пошатнется, вот кому может повезет. И у нас 25 октября матч Титан ФКСП. 25 октября. Да. Это будет, конечно, мега. Ну, возможно, здесь и золотые медали решатся. Да. Возможно. Не знаю, как они подойдут, сколько очков. В общем, будет интересно. Что ж, будем завершаться. Наша передача подходит к концу. Для вас сегодня был в студии Михаил Меркулов, Максим Киселев. Наш специальный гость, вратар футбольного клуба «Коммунатс» Сергей Жилкин. Сергей, спасибо, что пришел. Ну, а мы увидимся через две недели. До свидания. Играйте в футбол. Пока-пока.